Отставного офицера вновь посетила муза. В своем кабинете Иосиф Ким пишет новый фантастический детектив. В нем в очередной раз снимает маски. Герои, как утверждает автор, невымышленные, как и истории его перезагрузки, книги о том, как доживал свои годы Советский Союз и кто на самом деле стоял у руля. Больше влияния на Горбачева оказала его супруга Раиса Максимовна, потому что страной в этот период начала править Раиса Максимовна Горбачева. Вот отсюда произошла вся перестройка. Силовые структуры были не согласны, и поэтому произошел ГКЧП. Первый переворот, который произошел при Горбачеве. Писатель-фантаст уверен, перестройка была нужна стране. И вроде дело задумывали благое, но в какой-то момент, говорит Иосиф, что-то пошло не так. Перестройка была нужна для чего? Для того, чтобы перезагрузить экономику страны. У Горбачева, да, у него были самые благие намерения. Но в связи с тем, что ошибка была Горбачева в том, что он больше доверился на политиков, а Ельцин воспользовался этим. О перевороте, как говорит писатель, он знает не понаслышке. Служил на флоте, потом был питерским бизнесменом, обслуживающим госзаказы. Он признается, и сам не раз участвовал в распилах и откатах. Потому другая книга Кима «Лабиринты Банка Москвы» очень личная. Когда идет распиливание бюджета, 30% нужно, как выражаются финансисты и мафиози выражались в Советском Союзе, в России выражались, что нужно 30% отката сделать наверх финансовый. Как раз в этой книге описана вся эта схема. Пока автор пишет свою правду о власти, семья волнуется. А таком ведь обычно молчат? Мы переживали за дядю и переживаем по сей день, потому что в его книгах очень много смелых высказываний про схемы, про махинации российских банков, про то, о чем не говорят вслух. Но Иосиф продолжает творить. Хоть и признается, в Россию ему визы не дают и порой даже угрожают. Живет он в Европе, сейчас гостит у племянницы в Лос-Анджелесе. Такими фантастическими детективами и романами американцы, конечно же, заинтересовались. Ким уже получил предложение от библиотеки в Сан-Франциско перевести свои лабиринты на английский язык. Кстати, о дружбе народов и президентов писатель, возможно, напишет отдельный роман. В дружеских отношениях уже момент этот, как был у Билла Клинтона вместе с Ельциным, таких отношений у кого не будут. Или такие отношения, как были у Медведева с Обамой. У Медведева с Обамой были кроме политических отношений, были дружеские отношения. С Обамой, с его людьми, с Россией получается начало холодной войны, которая была при Кеннеди с Хрущевым. То есть сегодня с приходом Трампа как раз-таки этот лед будет растаян. Ангелина Богдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка.